Слава Господу! Вы знаете как? Одно из того, что меня ради в жизни, это то, что Бог уверен. И его верность выражается не в том, что он один раз в 10 лет приходит к тебе, погладил тебя и ушел. Он сопровождает нас в жизни. Он нас не покидает. Слава Богу! И я вот смотрю в свою жизнь и вижу, как Бог меня сопровождает. Многие люди никогда не останавливаются, чтобы наблюдать, как Бог их сопровождает. Когда мы это делаем, удивительно мы увидим. Слава Богу! С вами пастор Генри Мадава. И я очень рад, что сегодня в этой прекрасной передаче мы с вами много узнаем, порадуемся и будем слушать Слово и радоваться о нашем Боге. И вот сейчас предлагаю вам, чтобы вместе посмотрели на эту проповедь. Бог, который сопровождает меня. И он меня, и тебя тоже. Самое мудрое, что мы можем делать в жизни, особенно с детьми, это познакомить их с Богом. Почему? Потому что даже когда родителей уже нет, то Бог будет сопровождать их в жизни до конца. И они потом своих детей познакомят с Богом. И Бог будет тех сопровождать. Когда они в руки Божьи, это самое безопасное место, где они могут быть, даже когда нас нет. Давайте посмотрим и послушаем Божьих благословений. Сегодня моя проповедь называется «Бог, который меня сопровождает». Вы знаете, как Библия говорит о том, что Дух пришел от Бога. И когда человек умирает, Дух возвращается к Богу, откуда Он пришел. И этот личностный, вы, который от Бога пришел, он умеет жить успешно только в присутствии этого же Бога, который его создал и откуда Он пришел. Бог не планировал, чтобы человек жил сам по себе. План Божий был всегда, чтобы человек, чтобы он не делал, Бог участвовал в его делах. Заметите, что человек имеет возможность выбирать. Первый, он может жить согласно его уровням мышления, желания, хочу, не хочу, нравится, не нравится, хочется и так дальше. И он живет по этому уровню всю жизнь, на уровне друзей, учебы, кто что набрал в жизни. Но неважно, как он живет, этот метод жизни заканчивается смертью, разрушением, уничтожением, болью, слезами. И слезами не только своих, но и окружающих тебя. Это путь разрушения. Второй метод – это жить так, чтобы Бог сопровождал тебя в жизни. И все, что ты делаешь в жизни, ты учитываешь Бога. То есть ты ставишь все во зеркало твоя – это Бог. Если оно хорошо отражается с Богом – делается. Если оно совпадает с Его словом, с принципом – делается. Если оно совпадает с Его водительством – делается. Если оно совпадает с тем, чтобы ты не разрушился, не терял свое спасение – делается. Поэтому важно, чтобы в жизни – это другое мировоззрение сразу. Это два абсолютно разные мировоззрения. Поэтому, когда мы учитываем Бога, во всех ситуациях мы делаем правильно. Когда мы выбираем Бога, тогда Он сопровождает нас в пути. Когда Бог сопровождает нас в пути, оно очень важно, потому что, первое, Он создал человека. Он знает, кто такой человек. Второе, Он имеет планы по отношению к тебе, и Он знает их. К чему Он тебя призвал? Какие у Него планы по отношению к тебе? И Он знает также, какие препятствия, угрозы тебя ждут в жизни. Он знает. А иногда мы же идем по тому, нравится, мне нравится. А какие будут последствия, мы не всегда понимаем. А когда потом последствия появляются, думаю, боже мой, почему я отсюда пришел? А потому что ты пошел на уровень своих эмоций, хочу, не хочу, нравится, есть возможность. И ты попал в те вещи, которые ты теперь не знаешь, как с этим справиться. А Бог знает сразу, какие проблемы, какие угрозы, какие последствия. И Он знает, как помочь тебе избегать их. И получается, что когда Бог сопровождает нас в жизни, это гарантирует успеха и успешно пройтись по жизни. Один человек сказал очень мудрые слова. Это дел мудрый, по-моему. Он сказал, отдай свою жизнь Богу. Он больше пользы извлечет из нее, чем ты. Хотя нам порой кажется, что я пойду, как мне хочется, в моей жизни, а потом мы же уничтожим ее. А мудрее было бы взять твою жизнь, отдать ее в руки Господа Бога. А Он извлечет из твоей жизни совсем, что там есть, самую лучшую пользу. И ты будешь человеком большой пользы из-за того, что ты отдал свою жизнь Господу Богу. Моисей однажды кричал, вот, Исход 33 глава, 15 стих. И сказал ему, Исей ему, если ты не пойдешь ты с нами сам, то и не выводи нас отсюда. Тогда Бог ему сказал, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Когда Бог сопровождает, вот, это гарантия успеха. И Моисей плакал, Боже, иди с нами. Почему Моисей поднял вопли? Потому что Бог им сказал, я с вами больше не пойду. Это почему он заплакал. Он сказал, я больше с вами не пойду. Я пошлю ангелу с вами, и он сопровождает вас, а я нет. И Моисей говорит, нет, 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 тогда и мы никуда не уйдем. Вот сила одного праведного, очень мощная. Потому что сколько раз Бог хотел уничтожить израильский народ из-за одного Моисея, который сказал, нет, Господи. Оказывается, Бог никогда не идет против праведного голоса. Он никогда. Он решил уничтожить землю. И Ноя появился. И поэтому пришлось спасать человека из-за одного Ноя. Вот сила праведности. Иисус Навин, например, когда Бог, Он говорил Иисус Навину, Иисус, ты войди в землю, я дам тебе эту землю. И Он говорит, никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. Ибо Я буду с тобою. Об этом написано Иисус Навин, первая глава, 5-6 стих. Получается, что Бог говорит, я с тобою, я не оставлю тебя, никто не устоит. Не потому что ты умный, не потому что ты обучен хорошо. Ну, молодец, правильно, надо обучаться. Но причина почему? Я с тобою. Написано Иисус Навин, 2-я глава, 9-й стих по 11-й. Иисус Навин отправил, отправил сагладатаев, два человека вообще-то, в Ерехон, чтобы проверить, что там. Когда они пришли туда, и сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас. И все жители земли сей пришли от вас в робости. Мы все в страхе. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарийскими и за Иорданом, Сигоном и Агом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше. То есть мы беззащитны. И ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. И смотрите, когда они пришли в Иордан, вернее, в Иерхон, когда они туда пришли, они не знали, что там ждать. Но когда, но Бог же сопровождал их везде. А что там находится, они не в курсе. И когда они пришли туда, они обнаружили. Первое, успех их ждет. Потому что, когда Бог сопровождает тебя, Он дает тебе успех. Второе, обетование исполняется. Она сказала, Бог вам дал землю сию. Как? Мы же еще там за Иорданом. Мы же не перешли. В это время они еще не перешли Иордан. А женщина уже говорит, Бог вам дал. На основании чего? Обещание Его. Обетование Божие. Когда Бог задумывает что-то кому-то, что додать, Бог ему дает обещание. Для Бога обещание – это Его метод передавать человеку то, чего у него еще нет. Поэтому относитесь к обетованиям Божьим серьезнее, чем вы относитесь. Это тот Божий канал, как Он передает нам благословения Свои. Дальше. Бога обещал Иисус Навин, я буду с тобой, и никто не устоит перед тобою. Никогда. Когда сопровождает тебя Бог, твои враги, или кто мыслит плохо против тебя, они не устоят. Это защита с нападением. Поэтому Бог говорит, если никто не нападает на мой народ, я их не трогаю. Вы понимаете? Но если напали на мой народ, то придется как-то, чтобы защитить мой народ. Многие люди погибли не от того, что на них напали, а потому что они напали на то, чего не надо было нападать. И в результате они пострадали. Поэтому Иисус Навин сказал Богу, ему сказали, идешь? Да. И кто-то будет стоять перед тобою в пути исполнения обетования, тогда я их уберу, чтобы ты исполнил. Вот получается, сопровождение Божие производит такие результаты. Это так важно, чтобы Бог нас сопровождал в жизни. Весь Ветхий Завет, вы понимаете? Они все искали это, они к этому стремились. Израильский народ, когда они теряли сопровождение Божие, их преодолевали легко, уничтожали, даже убивали иногда. И вот поэтому они всегда искали, как бы, чтобы Бог с нами был, как бы, чтобы Бог нас сопровождал. Они кричали, искали Бога, стремились к этому. Они очень это хотели. Но, когда мы с вами появились, мы появились в другом времени, когда то, о чем мечтали в Ветхом Завете, когда появился Господь Иисус Христос, все мечты людей, которые жили до этого, исполнились в одном лице – в Иисусе Христе. И Иисус родился, чтобы Бог снова мог сопровождать не только Моисея, не только Самуила одного, а каждого человека, живущего на земле, если только он откроется для Господа Бога. Вот, надо понимать, что тебя сопровождает Сам Господь Бог. Он пришел, чтобы нас сопровождать. Когда пришел ангел к Иосифу, вот Иосиф, Матфей, первая глава, 21 по 24 стих, написано, ангел разговаривает с Иосифом, говорит, «Мария родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Все все произошло, да сбудется речению Господом через пророка, который говорит, «Се Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог». Став от сна, Иосиф поступил, как повелел Ему ангел Господень и принял жену свою. С момента появления Иисуса открылся дверь Божьего сопровождения твоей жизни. Ты никогда, нигде не бываешь один. Никогда. Кроме, когда ты отступаешь от Бога, тогда ты как бы сам с собой, а когда ты с Богом, когда ты во Христе, когда ты идешь с Богом, Он не отступит от тебя. Дьявол, почему боится этот момент, что с тобой Бог? Потому что, когда с тобой Бог сопровождает, у дьявола нет рычагов, методов, как проникнуть к тебе. Господь сопровождает тебя. Живи осознавая это. Три вещи, которые в нашей жизни появляются, когда Бог нас сопровождает. Три вещи. Второй Коринфянам 5, 17, Библия говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое». Если мы хотим, чтобы Бог нас сопровождал, надо быть во Христе. Надо принять и жить в Иисусе Христе. С момента искреннего от души принятия Господа в сердце Божья жизнь, Божья натура, Божья вечная жизнь вошла внутри тебя. И вот это Божья жизнь делает, чтобы когда ты начинаешь верою, например, Библия говорит, «Считайте себя умершим» для греха. «Считайте себя умершим». Когда я прочитал это, поверил, и начинаю считать себя умершим, вот эта Божья жизнь во мне начинает работать, освободить меня от того, что меня пытаются держать. Эта жизнь активизируется верою. притом вера в Слово Божие. Второе. Когда Бог сопровождает нас, Он дал нам силу Духа Святого. Скажите, Дух Святой во мне. Библия говорит, Диане Апостола в 1.8, «Примите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и будете мне свидетелями». В тебе находится сила Господа Бога. Когда мы говорим, что Бог сопровождает нас, это не только Его жизнь в нас, но Дух Святой с Его силой высвобождена. И оно в нас, и эта сила сопровождает нас везде. И когда мы начнем молиться на иных языках, эта сила активизируется. Эта сила начинает оживать. Эта сила начинает проявляться. Потому что она в тебе все время. Молитва на иных языках проявляет, активизирует эту силу в тебе. Слова твои высвобождают эту силу из внутреннего тебя на помощь кому-то другому. И последний. Бог работает через обетование. Это еще один метод, как Бог нас сопровождает. Написано 2 Петра 1 глава 3 4 стих. Библия говорит так. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Когда мы принимаем божьи обетования, это открывает нам возможность, чтобы Бог нас сопровождал. Обетования, они сильные и великие. И они цены, имеют большую ценность в Божьих глазах. Вот, надо их ценить. И поэтому замерите, написано, эти обетования сохраняют нас в благочестии. То есть, они дают решение всех вопросов и помогут тебе остаться в благочестии. Вот, поэтому обетования Божьи, они очень сильны. Как они проявляются в нашей жизни? Мы должны в молитве произносить их, молиться ими. Мы должны говорить их. Иногда нужно произносить, провозглашать, говорить обетования Божьи на обстоятельства, на ситуацию, на детей, на все, что угодно. Говорить их. Мыслить. Когда мы думаем, мыслим согласно постоянному обетования Божьему в себе, мы меняем свое мировоззрение даже. оно меняется исходя из Божьего Слова. Вот что я хочу вам сказать. Во Христе Иисусе все, о чем мечтали древние, понимаете, Авраам мечтал, Моисею молял, если не будет с нами, мы никуда не пойдем. Они мечтали, они умоляли. У нас же во Христе Иисусе оно есть. с момента рождения Иисуса нам открылся дверь. Если я знаю, что меня сопровождает Бог, если я знаю, что рука Божья со мною, если я знаю, тогда я в жизни буду действовать смело, уверенно, широко масштабы и охват, я буду на максимум, я не буду удерживаться со страхом, что, а что, если вдруг я буду на все сто. Скажи Амин, потому что каждого из нас сопровождает сам Господь. Аллилуйя! Когда Бог сопровождает, много на пути бывает вызовов, сложность, сложность, трудности, болезни, проблемы в семье, взаимоотношения. Нету идеальных людей на земле, нету идеальных пар, нету идеальных людей, нету идеального тела. всегда соприкасаемся с какими-то сложностями. Но сложность это не конец жизни, это всего-навсего части жизни. Но самое радостное, что в сложности можно всегда найти решение. И вопрос исцеления, и вопрос отношения, и вопрос детей, всегда можно найти решение. Нету ничего на этой земле, для которого нету решения от Бога. Поэтому этот Бог, который нас сопровождает, он так сопровождает, что он хочет помочь нам решать наши вопросы. Он сопровождает не просто, чтобы быть дежурным возле вас, он сопровождает, чтобы помочь тебе, чтобы спасать, исцелять, избавлять. И вот сейчас предлагаю вам посмотреть свидетельства людей, которых Бог избавил, когда Он пришел и дал им здоровье. ВСИ-ТВ это канал Христианской Церкви Победа, в которой есть место для каждого. Место для мужчин и для женщин, место для молодежи, подростков и для самых маленьких. Место, где каждого человека поддерживают, помогая найти себя. Церковь Победа это место для всей семьи. Начинайте свой день с добрыми песнями христианских групп. Укрепляйте свой настрой мотивационными проповедями, которые дадут вам победоносный внутренний дух. Доступно и практично о бесценных жизненных принципах настоящего лидера от известного во всем мире проповедника Генри Мадава. Два раза в неделю вы имеете возможность включить прямую трансляцию на канале и смотреть богослужения Церкви Победа. Конференции, фестивали Иисуса, праздничные мероприятия. Все, чем живет Церковь, вы узнаете на канале ВИСИ ТВ. Подпишитесь на наш канал и вы не пропустите ни одного важного события. Церковь Победа это место для каждого, место для всей семьи. Болито защемление нервов в позвоночнике и боль была настолько сильной, что отдавала в ребра, ей было тяжело дышать и во время молитвы она почувствовала, как боль полностью исчезла. Как у вас как давно эта боль была? Ну, в течение двух месяцев это точно было. исчезла? Исчезла, вот я даже могу потрогать, мне не больно. И не ощущается боль? Нет. Спасибо тебе, Господь, за это. У Артура с двух лет была астма и ему было всегда тяжело дышать, была задышка. С двух лет? Да. А сейчас сколько тебе лет? Сейчас 16. И у тебя была астма с двух лет? Астма. Это 14 лет. А как ты определил, что астма ушла? Господь дал чистое дыхание. Чистое дыхание? Чистое дыхание. Боже, спасибо тебе за это чудо, Отец. Слава Господу! Вот я всегда так радуюсь, когда Бог помогает. Бог сопровождает, первое, своих служителей, помазанников. Он их сопровождает. Не важно, мы любим их, не любим. Бог сопровождает их. И там, где эти помазанники, там и Господь проявляется. Второе, Бог сопровождает каждого своего дитя. Если ты рожден от Бога, Он сопровождает тебя всегда, везде. Но если ты не знаешь Бога, ты не рожден от Бога, ты не увидишь Божье сопровождение. Он недалеко от тебя, но ты не Его. Если хочешь, чтобы Божье сопровождение пришло в твою жизнь, нужно покаяться, принять Иисуса и примириться с Богом. А для этого надо обратиться к Нему в молитве и покаяться в грехах своих. Если ты желаешь это делать, я готов прямо сейчас помолиться с тобою и Господь Бог простит тебя и даст тебе новую жизнь и ты станешь сопровождаемый Господом, Богом везде. Если ты готов, то давайте помолимся. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Я осознаю, что я грешен, но Иисус Христос умер за меня, я в это верю и воскрес и смертый для меня. Прости меня, очисти меня во имя Иисуса. Амин. Если ты помолился эту молитву искренне, Господь услышал и простил. Теперь хочу помолиться за исцеление, за чудо в твоей жизни, чтобы сопровождение Бога в твоей жизни, оно проявлялось чудесами для тебя во имя Иисуса. Я запрещаю всякие болезни. И я прошу тебя, Господь, сойди в силе, чтобы все вопросы были решены в семье, в здоровье, в работе, в бизнесе. Я запрещаю всякое немощи. Провозглашаю исцеление во имя Иисуса Христа. Амин. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю. Бог вас да благословит. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова